доброго дня приветствуем вас на канале интернет магазина энергомаг меня зовут александр я предлагаю новое видео по теме электромонтажные работы стоимость электромонтажных работ от чего она зависит в начале видео хочу традиционно поблагодарить наших подписчиков которые остаются с нами и помогают развивать наш канал огромное спасибо предыдущих видео я рассказывал о том о нюансах электропроводки или тонкостях с использованием распределительных коробок либо без использования о том как правильно подключить розетки и эти видео вы можете посмотреть по ссылке в описании и говорил о том что расскажу от чего зависит стоимость электромонтажных работ напомню сразу что наша компания электрик монтажная организация предлагает электромонтажные работы любой сложности гарантии 24 месяца теперь давайте перейдем уже к теме видео я не буду то есть какая стоимость бывает к нам звонят клиенты скажи скажите если не секрет либо там условно конкуренты сколько у вас то есть штаба сколько стоит подрозетник вся эта информация в свободном доступе на сайте компании electric или точка киев точка его где в раздел электромонтаж в разделе электромонтажные работы есть прайс на основные виды работ но почему к примеру у одних электромонтажных электромонтажников одна цена а у других другая и она может отличаться значительно вот об этом я хотел и поговорить если вы являетесь заказчиком что вы понимали почему к примеру у кого-то больше у кого-то меньше что влияет на стоимость электромонтажных работ влияет конечно это квалификация электромонтажника либо электрика есть такие электрики либо монтажники которых ждут клиенты и месяц и два пока они освободятся потому что сарафанное радио работает очень хорошо если какой-то клиент остался доволен но есть такая истина что человек если остался доволен чем-то там либо покупкой либо какой какой-то услугой он расскажет троим людям об этом если он недоволен он расскажет десятерым так в первую очередь квалификация ну конечно как как можно оценить квалификацию к вам пришел человек вы же не знаете как он электрик не электрик конечно он вам скажет я электрик со стажем всю жизнь работаю но вы можете у него некоторые у нас есть клиенты спрашивают удостоверение удостоверение это не проблема даже если сейчас стало сложнее конечно с этим и строже чтобы получить удостоверение по электробезопасности купить уже можно но тяжелее визуально можно определить это для начала хотя бы по внешнему виду и что он человек предлагает ну внешний вид примеру все хорошо человек в рабочей одежде инструмент но сейчас к сожалению очень много появилось на рынке специалистов назовем их так которые это не они не являются электриками электромонтажником это люди без профильного образования либо без какого-либо образования которые вот на одном из сайтов где размещаются заявки на работы и монтажники о себе пишут и наша компания электрик там есть не буду называть я думаю вы понимаете каком сайте это в украине то что касается идет речь и я прочитал у одного резюме написано опыт работы написано жизнь жизнь его научила и там перечень игрущиком он был и по мебели работал и малярные работы и там что угодно все работы но я считаю что человек должен заниматься одним каким-то делом как бы вы не хотели универсальным солдатом вы стать не сможете никогда можно нахвататься где-то покажут как розетку подключать как еще что-то делать можно набить руку можно быть у у нас в компании за все время за мой период не только в компании когда я работал и энергетиком попадались люди которые вообще не имели образования но они настолько четко все делали розетки выключатели но если касалось что-то сложнее то очень сложно было что-то сделать потому что у человека нет базы он не понимает он не знает правил вот правила устройства электростанова который обязан до обязан просто обязан знать каждый электромонтажник чтобы делать это правильно не просто красиво и хорошо но еще и правильно и с таким человеком какую-то более серьезную работу не розетки выключатели а скажем какое-то уже оборудование энергетическое это невозможно потому что он не понимает у него не не того что он там извините тупой а просто нет образования так вот эти факторы очень сильно влияют на стоимость электромонтажных работ то есть если человек квалифицированный и он ценит свой труд то он не будет бежать за когда вот бывает тоже на этом сайте размещают какие-то ну называется это как бы как тендер и сразу прописана цена заказчик уже пишет то есть не мы ему цену выставляем а он нам выставляет но я считаю что это ненормально то есть и люди которые они не могут найти другую работу либо у них квалификация не позволяет они бегут к этому заказчику потому что выбора у них нет кушать хочется каждый день и нужно бежать даже там за дешевле ну пусть работа но я считаю что квалифицированный монтажник или электрику он не пойдет на это то есть влияет квалификация далее на что влияет влияет как выполняются те же установка розеток как я уже говорил если розетки устанавливаются правильно и по ссылке в описании можете посмотреть и добавляется дополнительный элемент это скрутка или соединение клеммник но я вам сделаю отступление не рекомендую вообще использовать такие клеммники потому что очень много видел последствий их использования когда со временем ослабевают контакты и просто это происходит в лучшем случае короткое замыкание либо не дай бог пожар может произойти то есть как выполнена розетка это влияет на стоимость потом влияет на стоимость какая глубина установочной коробки или подрозетника есть стандартные 45 есть углубленные 65 соответственно для того чтобы высверлить отверстие более глубокое нужно потратить время то есть все сводится на время потому что монтажник работает время идет и никто ему больше уже не заплатит если он в цену изначально не заложил все вот эти тонкости то потом он же не придет к вам как заказчику не скажет ну и вы знаете я тут потратил больше времени поэтому доплатите мне ну резонный вопрос вы скажете да за что я должен платить я что виноват что ты делала это долго я же не могу оценить сколько по времени тебе нужно на установку этой розетки 15 минут или час это тоже влияет потом влияет очень сильно это как какие инструменты используют электромонтажники если это профессиональные инструменты вот пример для того чтобы проверить уровень освещенности есть специальный прибор люксметр вот тоже нужно купить и если мы уже покупаем оборудование какое-то либо приборы мы должны живого купить но тогда мы приезжаем к вам делаем это все профессионально качественно потому что не имея профессиональный инструмент невозможно сделать ну можно но это будет дольше соответственно опять же это будет влиять на стоимость поэтому для вас когда бывает при приезжаешь клиенту на предварительный просчет и он говорит вот до вас был человек там два раза дешевле это наоборот у вас должно вызвать вопрос почему у одного например это стоит ну условно скажем вот расценку возьмем например штроба в кирпиче 50 гривен а у другого 60 или 40 и 60 что-то не так если человек готов работать дешево либо сейчас вот тоже разговаривал с заказчиком знакомый но он делает ремонт квартире он говорит ну мне больше нравится комплексный ремонт комплексный ремонт это те же люди одни и те же люди делают и сантехнику и электрику и малярные работы и штукатурные то есть это мастер на все руки а мастер на все руки это человек конкретно он не имеет образование по какому-то профилю ну вот если вы пришли к врачу есть врач например я почему сравниваю ну как-то либо если я рассказываю о заземлении на автомобилях есть жигули есть мерседес человеку понятнее также как врачу например вы приходите к врачу какому-то профильному там лор или стоматолог и другое это лекарь там лечет всего там вот даже такие объявления бывают на извините столбах висят там от сглаза от всего там попей травички там пошептали вылечили так вот это точно так же у человека нет профильного образования но он занимается этими работами потому что больше платят это тоже влияет на стоимость то есть ну я понимаю заказчику тяжело понять пришел один другой у одного цена ниже другой вроде как правильные все рассказывают но дороже кого же выбрать тут выбор за вами я единственно могу сказать что наша компания электрик если вы закажете у нас работы мы работаем так мы делаем предварительную смету вы видите эту смету если там отдельно расписаны все материалы все работы потом даете предоплату на материал если необходимо можем с вами не если необходимо а как правило ну это уже как заказчик хочет пожалуйста заключаем договор вы даете предоплату на материалы мы начинаем работы выполняем и по факту уже вы оплачиваете то что на выходе потому что бывают какие-то изменения в процессе монтажа что-то там заказчик начали планировал в одном месте что-то установить потом переигралась это влияет либо на бывает что объем увеличивается резко в процессе работы думал одно потом все таки ну бывает все как всякое но стоимость каждого элемента она не изменится если стоит розетку поставить определенная цена она не увеличится в процессе работы вы четко все видите все расписано мы оговариваем сроки эти сроки прописываются в договоре и если конечно никакого форс-мажора все это четко все работы выполняются потом вы оплачиваете по факту если необходимо можем сделать схемы но это уже за дополнительную плату но как правило схемах нет необходимости мы делаем все стандартно все ясно понятно в процессе монтажа фотографируем фотографии сделаем фотографии чтобы потом если прошло время и к примеру возник какой-то вопрос вы всегда вы можете сохранить эти фотографии по фотографиям посмотреть где четко идет какая штроба где коробка как это все было выполнено если даже не дай бог что ну повторюсь стоимость электромонтажных работ на нашем сайте компании электрик можете увидеть также мы предлагаем услуги электроизмерительной лаборатории если не дай бог какие-то проблемы в электропроводке вашей квартире либо в доме предлагаем монтаж контуров заземления с выдачей паспорта ну все если остались вопросы пишите в комментарии буду рад ответить если может электромонтажники какие-то комментарии пожалуйста пишите может вы у вас какие-то другие мысли буду рад пообщаться если видео понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на наш канал рекомендую если еще не подписаны всего хорошего и